Продолжение следует... И я начал задумываться о своей жизни, как бы начал вспоминать, сколько пришлось Духу Святому потрудиться в моему сердцу, чтобы сколько времени, сколько надо было людей задействовать, чтобы потихонечку с моего юного каменного сердца превратилось оно в плотяное. Долгие года, долгие молитвы разных людей. И сегодня результат того, что я стою здесь. Слава Богу, что у нас есть такой неумолимый труженик Дух Святой. И каждый из вас может засвидетельствовать, сколько пришлось Духу Святому потрудиться над вашим сердцем, чтобы мы сегодня, стоя здесь, проповедовали Христа, распятого и воскресшего и вновь грядущего. Слава Богу! Вы знаете, мы живем в такое время, когда Христос, вошедший к Отцу Своему на небо, Он еще не возвратился на землю, но мы понимаем, что вот избавление наше недалеко, что все сбывается. Но также мы понимаем, что Дух Святой, Он продолжает сегодня трудиться над нашими сердцами. И сегодня миллиарды таких же людей, как мы, над которыми Дух Святой трудится, чтобы повернуть их к себе. Такой у нас труженик, такой у нас друг, такой у нас утешитель, Он заменяет Отца и Маму, если надо, Он помогает и утешает. И я хотел бы сегодня порассуждать над словом, которое записано в послании Галата. Галата, 6 глава, 4 стишок. Каждый, да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Вы знаете, Дух Святой продолжает трудиться в наших сердцах. И Он нам напоминает, напоминает то все, что Иисус Христос, бывший на этой земле, нам говорил. И Он напоминает нам, что мы должны иметь тот же характер Христов, который имеет Христос. Мы должны иметь те же качества, которые имеет Христос. Мы должны иметь те же чувствования. Как мы можем испытать свое дело? Конечно, каждый в первую очередь должен смотреть на себя. Должен смотреть в свое сердце. И если у тебя какой-то суд, то он должен начинаться с тебя. Ты должен осудить в первую очередь себя. Вы знаете, как-то едучи, я размышлял над этим стишком. Я начал думать, как можно испытать свое дело, как можно испытать себя. И Дух Святой повернул меня. И я начал, я просто начал перечислять те качества, те дарования, те таланты, дарованные мне от Бога. И я очень быстро понял, что особо хвалиться мне нечем. Я очень быстро понял, к сожалению, я очень мало использую того, чего Бог даровал мне. Те таланты я очень мало служу, которые я имею. И нам очень полезно всем, каждому взять карандаш или ручку, взять тетрадку и выписать все эти качества, все эти таланты, дарованные нам от всемогущего Бога. И просто проверить, действительно я отдаю эти таланты, действительно ли я этим служу Господу. И если мы заметим, что мы не очень щедры на служение, конечно, нам надо покаяться, нам надо обратиться к всемогущему Богу. Царь Давид, он всегда просил Господа, чтобы Господь проверил его состояние. И мы знаем 138-й псалом, 23-24 стишок, когда он говорит такие слова. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, направь меня на путь вечный». И мы знаем прекрасно, что когда Давид был на опасном пути, Господь направлял его на путь вечный. Он указывал ему через Дух Святой, он указывал его через разных пророков. Нафан приходил и указывал, что ты, Давид, на опасном пути, тебе надо обязательно покаяться. И Давид умел это делать, и Бог это ценит. И сегодня ничего не изменилось. Сегодня Дух Святой продолжает работать в наших сердцах. Он нежным, тихим голосом иногда указывает нам на ту проблему, которая уже зарядилась в нашем сердце и начинает свое разрушительное действие. О, как важно в этот момент не ожесточиться! Как важно в этот момент услышать голос Духа Святого! Вы знаете, что наш Бог, Иисус Христос, Он имеет только хорошие качества. Он имеет прекрасные качества. И этих качеств очень много. И к этим качествам должны стремиться мы. Это и постоянство, и решительность, неуступчивость, доброта, честность, совесть, верность, отзывчивость, щедрость и так далее. Я только назвал маленькую частичку прекрасных качеств, которыми обладает наш Господь. И к которым мы хотим стремиться. И поверьте, над каждым из этих качеств мы можем рассуждать очень долго. Над каждой из этих качеств мы можем говорить проповеди часами. И это то, что мы должны делать. Мы должны проповедовать качество Иисуса Христа. Но я сегодня хотел бы особое ударение поставить на качество такое, как постоянство. И если время позволит, может быть, мы еще затронем решительность и неуступчивость. Что такое постоянство в нашей жизни? Постоянство – это отсутствие изменчивости, верность, твердость в чем-нибудь. В этом мире говорят, что постоянство – это золотое правило успеха. И действительно так. Если ты долгое время что-то делаешь постоянно, ты становишься профессионалом. Но что нам Святое Слово, что нам истина говорит о постоянстве? Давайте обратимся к Библии и мы узнаем. Первое послание к Тимофею, 4 глава, 16 стишок. Вникай в себя и в учение. Что это значит? Вникай в себя и в учение. Это значит, что мы должны сверять свою жизнь с истиной. Мы должны сверять свою жизнь со Словом Божьим. Мы должны, как мы читали выше, проверять свое дело. Занимайся с ним постоянно. Не раз или два раза в неделю, но постоянно. Каждый день очень важно становиться на наши духовные веса и смотреть, не теряем ли мы духовный вес в этой жизни. Постоянно. Так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Вокруг нас есть наши близкие, наши друзья, которые работают вместе. И Бог обязательно будет спасать их. Если ты будешь на правильном месте, вокруг тебя люди будут тоже на правильном месте. Вокруг тебя люди начнут спасаться. Это очень важно. Здесь надо проявлять постоянство. Также прочитаем первое послание Петра, первая глава, 22 стишо. Послушанием истины через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию. Постоянно любите друг друга от чистого сердца. Постоянно любите друг друга. Даже когда ваши мнения не сходятся. Даже когда вам кто-то что-то сказал плохое. Даже когда-то вас кто-то обидел. Нелицемерное братолюбие, любовь от чистого сердца должна в нас присутствовать постоянно. Это очень важно. Ибо мы дети Бога. Ибо мы Его частичка. Мы церковь. Послание к эфесянам, 6, 18. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время Духа. И старайтесь о всем самом, во всяким постоянством и молением о всех святых. Постоянство в молитвенной жизни. Это должно быть у нас. Кто будет молиться за нужды? Кто будет сегодня молиться за тех сестер, которые потеряли, к сожалению, своих мужей? Такое горе. Кто будет просить Духа Святого, чтобы Дух утешил? Потому что мы люди, мы не сможем утешить, но Дух Святой утешит. Кто будет молиться за нашего любимого брата, которого столкнулась его семья с таким горе? Кто будет просить Духа Святого, чтобы Бог помог ему, Дух Святой, подказал, как пройти вот эти трудные обстоятельства, с какими он столкнулся? А сколько таких нужд по всему лицу земли? О всех святых написано. Послание к римлянам, 2, 7. Тем, которые с постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. А тем, которые упорствуют, не покоряются истине, но предаются неправда, ярость и гнев. Постоянство в добром деле. Это очень важно, чтобы это у нас было. И если мы будем постоянны в добрых делах, нам будет слава и честь. Так пишет Священное Писание. И самое важное, нам будет бессмертие, нам будет вечная жизнь. Господь подарит, даст нам, доведет нас до вечной жизни, и мы будем вечно жить с нашим Господом. Вы знаете, 8 стишок я не планировал включить в эту проповедь, но Дух Святой почему-то мне не только, как бы, не только я добавил, но Он мне указал еще на один стишок, чтобы мы увидели тот, как бы, бенефит, когда мы служим Господу, когда мы поклоняемся, и когда мы упорствуем и не покоряемся истине. 8 стишок я еще раз прочитаю. От тем, которые упорствуют, не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Также я прочитаю в Таразаконе, 30 глава, 19 стишок. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы сжил ты и потомство твое. Этих два стишка нам прекрасно показывают разницу, как прекрасно быть с Богом, как прекрасно иметь Его качество и как страшно не покоряться истине, предаваться неправде. Потому что еще в этой жизни мы увидим ярость и гнев. И что ждет нас в будущем? Никакой вечной жизни, вечное истрадание. И Господь в Таразаконе, в 30 главе, Он советует, изберите жизнь. Это не идет жизнь на этой земле. Это идет разговор о жизни вечной. Бог хочет, чтобы мы и наши близкие избрали жизнь вечную. Потому что жизнь на этой земле, Господь говорит, как пар, явившийся на малое время и исчез. Вот такая жизнь здесь, на этой земле. Но именно на этой земле мы можем избрать. И Господь говорит, избери жизнь вечную, себе и потомству своему. Конечно, из этих текстов Священного Писания мы видим, насколько важно постоянство в вхождении пред Богом. Насколько важно нам проявлять постоянство в посещении наших богослужений. Насколько важно понимать, что именно в наших богослужениях мы вникаем в Священное Писание. Мы общаемся друг с другом и учим друг друга. Насколько важно нам понимать, что именно в наших служениях мы проявляем любовь друг к другу. Мы заботимся друг за друга. Мы молимся друг за друга. Мы помогаем проходить очень-очень трудные времена нашим братьям и сестрам, которые скорбят, которые страдают, которые приходят в какие-то тяжелые жизненные времена. И насколько важно понимать, что на наших богослужениях мы берем тот запас благословения, после которого мы выходим в этот мир, где бы мы ни были на работе. И мы можем делиться этим благословением с другими. Мы можем быть светильниками в этом мире. И черпаем все это. Мы здесь. Дух Святой работает в нас. Он работает везде, но особо он работает в своей церкви. Дает нам тот заряд благословения. Также постоянство, правильное постоянство, оно приносит большое благословение и в обычной нашей жизни. Скажем, если мы возьмем работу, то если ты на работу приходишь совсем неопытным, и какое-то продолжительное время говорят, что если ты три года делаешь одно и то же, ты становишься профессионалом. А когда профессионал, конечно же, это совсем другое, чем только тот, что пришел. Но, конечно же, есть опасность, когда ты становишься профессионалом в чем-то, особенно в духовных вопросах, может подойти гордость. И мы знаем очень много случаев, когда вот именно из-за гордости происходили серьезные падения. Серьезные падения. Очень опасно, также постоянство, когда постоянно человек находится в грехе. Это очень опасно. Потому что он может потерять жизнь вечную, если не покается. Поэтому постоянство в грехе – опасная вещь. Следующее качество, о котором я хотел бы порассуждать вместе с вами – это решительность. Решительность – это смелость и быстрота принятия ответственных решений. Мы все знаем и все любим этот стих Иисуса Навина, который сказал. Я прочитаю его. Книга Иисуса Навина, 24 глава, 15 стих. «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам Амореев, в земле которой живете, а я и дом мой будем служить Господу, ибо Он свят». И мы тоже, мы подобно Иисусу Навину однажды приняли единственное важное решение в нашей жизни. Мы последовали за Христом. Но Иисус Христос хочет, чтобы мы следовали за Ним решительно и смело, чтобы мы крепко держались истины, и чтобы мы были твердые духом, чтобы войти в жизнь вечную. В книге пророка Исаия, 26 глава, 3 стишком пишется «Твердого духа ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он». Почему Бог твердых духом хранит в этом совершенном мире, а потому что Он сильно использует их на этой земле. Мы знаем много примеров, когда пророки, апостолы были на грани. Апостол Павел, все, он как бы уже, его за город вытянули, он как бы мертвый. Но Бог его поднимает, и Он идет и выполняет поручения Духа Святого. Да, каждый из нас может засвидетельствовать, сколько Дух Святой, когда мы его слушали, помогал проходить разные трудности в нашей жизни. Как мы вставали и шли дальше, потому что нас вел, и мы слушали Духа Святого. Но решительность, она может, враг пытается, как бы, навредить церкви решительностью. Часто бывает, что братья или сестры, не бодствуя, вникают или в какую-то ересь, и пытаются решительно эту ересь принести в церковь. И здесь очень важно, чтобы братья-служители были в Духе, чтобы они не только могли предотвратить вот это плохое дело, но чтобы они могли исправить этого брата или сестру и возвратить в нашу большую, прекрасную христианскую семью. Также Бог не очень благоволит, Он вообще не благоволит к нерешительным. И мы знаем, где было сказано ангелу Лаудикийской церкви в Откровении Иоанна Богослова 3.15. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч, о, если бы ты был холоден или горяч, но как ты теплый, не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих». Дорогой друг, теплое состояние и нерешительность – это два больших друга. И нам надо всегда помнить, если мы, члены церкви, мы должны активно принимать участие в нашей церкви, мы должны быть в служении. Это очень серьезно. Очень плохо, когда мы занимаем позицию, или даже очень опасно занимать позицию, когда думаешь, без меня сделают, без меня построят, без меня соберут, там много других талантливых людей, я так, я приду, посижу, уйду. Но, нет, это очень опасно. И очень опасно считать, что наша церковь, она самодостаточная, что жертвовать не надо, что в нас все прекрасно, служить ничем не надо, в нас все прекрасно. Нет, мы должны быть активными и решительными членами церкви. Тогда будет обязательно благословение в церкви, в нас, и все, что нас окружает, и тех, кто нас окружает. Также я хочу немножко затронуть тему, такое прекрасное качество характера, как неуступчивость. Неуступчивость, если говорить своим языком, это неуступчивый человек, это, как мы говорим, впертый человек. Но очень хорошо, если этот человек неуступчивый именно в духовной жизни, когда он неуступно держится истиной, когда он непоколебим, и никакие лжеучения не смогут его подвинуть или сдвинуть с твердого основания. И мы знаем прекрасную историю, которая записана к Галатам во второй главе, когда апостол Павел с Варнавой, взявшись с собой Тита, по вдохновению приходят в Иерусалим, чтобы благовествовать. Я прочитаю этот случай. Послание к Галатам, 2 глава, 4-5 стишок. «А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашей свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истинное благословение сохранилось у вас». Я хочу, чтобы мы подчеркнули вот это последнее слово «у вас». Апостол Павел не заботится за себя, он заботится за тех, кому благовествует. О каких лжебратьях он здесь говорит? В первоапостольской церкви было много иудеев. И много считало, что иудеи, которые имеют знак обрезания, они обязательно должны следовать закону Моисееву. И тогда в этом случае просто жертвы Христа становилось недостаточно для спасения. И поэтому они пытались как-то апостола Павла уловить в этом. И если бы апостол Павел хоть чуть-чуть где-то в чем-то уступил бы, он был бы порабощен им, но он не поступил. Также мы знаем историю, записанную в этой же главе, когда апостол Петро пришел в Антиохию, он ел и общался с язычниками. Но когда пришли братья с Иерусалимской церкви, он начал сторониться их. Но те евреи, жившие там, они увидели, что Петро сторонится их, а он же авторитет был, и поэтому и они начали это делать. И даже Варнава, который проводил очень много времени с апостолом Павлом, тоже начал это делать. И тогда Дух Святой через апостола Павла, он указывает им на проблему, он сильно обличает их. И апостол Петро, он принял это обличение, потому что нигде не написано, что он начал спорить или что-то доказывать апостолу Павлу. Сегодня ничего не поменялось. Да, может быть, мы не допускаем сюда за кафедру разного рода лжеучителей, но каждый день есть интернет, на котором мы сталкиваемся с ними. И как важно нам, если что-то пришло в сердце, узнать, кто это говорил, и правильно ли это говорилось, сверять с истиной, сверять со священным Писанием, проверять себя, чтобы нам не быть порабощенными. Очень важно нам, братья и сестры, сегодня в это последнее время не уступать врагу, но наступать. Наступать именно Словом Божьим, наступать истиной, быть всегда в молитвенном состоянии, быть всегда с Духом Святым в общении. И тогда никакие лжеучения не смогут, не смогут сдвинуть нас с нашего надежного фундамента. И мое желание, чтобы мы были всегда постоянны в служении, молитвенных, в изучении Слова Божьего, чтобы мы всегда молились друг за друга, чтобы мы всегда были решительны в духовных вопросах, и чтобы мы никогда, ни при каких условиях, чтобы нам этого не стоило, не уступали врагу. Аминь. Давайте склонимся и помолимся, и попросим об этом Господь. Аллилуйя, слава Тебе, Господь! Слава Тебе, всемогущий Бог! Божий, мы благодарим Тебя за Духа Святого, Которого ты послал на счастье. Слава Тебе, Боже! Это такой подарок, Господь! Это такой пружинник! Сколько Он трудится в нашем сердце! Сколько Он с нами, Боже, слава Тебе! Мы так часто, Господь, можем увлекаться тем, чем не положено, Господь! Но Дух Святой всегда укажет на нас, Господь! Я благодарю Тебя, Господь, за Свою жизнь, со всех моих братьев и сестер, Господь, что Ты трудишься в наших сердцах, что Ты всегда с нами за всю Церковь, я благодарю Тебя, Слава Тебе! И прошу Тебя, продолжай столкнуться в наших сердцах в Дух Святой, заходи и касайся каждого из встречи, не проходи мимо ни одной души, Господь, Ты видишь, сколько нуждающих, сколько стерлящих, Господь, и тех же слава Тебя! Я благодарю Тебя, Господь, за все длинные благословения, которые мы имеем в нашей жизни, Господь! Слава Тебе! Благослови каждого, Господь! Дай нам страх Твой, чтобы мы никогда не грешили, Господь, но чтобы мы шли за Тобой, Господь! Чтобы мы стояли в проломе, если надо, в молитве, Господь! Чтобы мы всегда были добры на доброе дело, Господь! Открой наши сердца, Господь! Забери какую-то жадную, саллисть, плохие качества, дай нам Тебя, Слава Тебе! 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 Сейчас мы все предстоим пред Тобой, Господь. Ты видишь наши сердца, Господь. Мы открыты пред Тобой. Боже, даруй нам милость Твою, Господь. Дух Святой, работай в наших сердцах, Господь. Загляни в каждое сердечко. Ибо так много сердечек нуждающихся, скорбящих, Господь. Утешь каждого, утешь, подойди. Найди подход к каждому, Господь, чтобы наши сердца никогда не ожесточались, Боже. Помоги нам, Господь. Даруй нам то постоянство, то желание служить Тебе, Господь. Чтобы мы всегда с ревностью шли за Тобой. Чтобы мы с ревностью участвовали, были в служении, Господь. Даруй нам те прекрасные качества, Господь. Чувствование Христовое. Чтобы мы даже не вспоминали о плохих качествах, Господь. А если, Дух Святой, ты видишь что-то не то, то ты говори нам. Тихонько обличай нас и указывай, Господь, и приводи нас к покаянию, к смирению, Господь. Чтобы мы видели себя, что мы не на хорошем пути. Помогай нам в этом, Господь. Ибо так часто мы этого не понимаем и не видим, Господь. Но с Тобой мы все увидим и все пройдем. Господи, благослови дальнейший ход этого служения. Будь с нами, а мы прославим Твое Святое Имя, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Дорогие друзья, вставшись, поем.